Ох, как долго я ждал этого. Я хотел и сделал. Я готовился, чтобы сейчас рассказать вам о такой замечательной манге, как Ван Панчман. Ведь про Ван Панчмана никто же не говорил. Точно? Кого я обманываю? Тема Ван Панчмана уже давно избита. Множество обзоров новых глав, аниме-теорий, амв и тому подобное говно уже похоронили этот тайтл под грудой хайпа, сделав его в какой-то степени попсовым, что ли. Но по названию данного ролика вы догадались, о чём пойдёт сегодня речь? И с одноударником она связана чисто поверхностно. Сегодня мы с вами поговорим о манге Огненный Кулак или же Файр Панч. У микрофона вещает голодный, и я рад вас всех приветствовать. Для начала стоит оговориться, что Файр Панч это не Ван Панчман. Вот что, например, вам больше всего понравилось в аниме про Джонни Синса? Бои, герои или же юмор? Последнее, скорее всего, в большей степени, потому что, будем честны, персонажи в Ван Панчмане очень картонные, а вещик Шон вытягивает только рисунок Мураты. В Файр Панче такого нет. Это абсолютно другое и самодостаточное произведение, делающее уклон в мотивацию и внутренние переживания героев, отчего они не кажутся картонными болванчиками для битья. Да, это был плевок в сторону Ван Панчмана. Уж простите, но я не особо его люблю. Но почему же я вообще решил сравнить два таких абсолютно разных произведения? Да все очень просто. Мне доводилось натыкаться на споры людей, в которых одна сторона, зачастую маленькие дети, твердили, что Файр Панч это плагиат Ван Панчмана, а вторая это отрицала. Их разногласия настолько притянуты за уши, что аж тошно становится от такого комьюнити. Стыдно за их агрессию и непросвещенность в теме спора. Фу таким, поэтому я хотел бы вам сегодня рассказать, что же такое Файр Панч и с чем его стоит есть. Спойлер с попкорном. Нынешние аниме-тайтлы достаточно легкие для восприятия, а новые ангоинги, джампа и тому подобных журналов тем более. Существует множество различных направлений, в которых можно развивать мангу и аниме, но нет, у нас есть сенаны, дурацкие диалоги, речи про дружбу и дохерища глав, ничего. Ну и на фоне всего этого выходит Файр Панч, новенький тайтл, появившийся в 2016 году, который кое-как даже смог изменить мое представление о сенанах, поспособствовал мне лучше познакомиться с этим жанром. Повествует Файр Панч о пареньке Агни, который какое-то время жил со своей собственной сестрой и находился с ней в достаточно близких отношениях. Ну а в один момент все изменилось, когда пришел Пайра и сжег Агни, его сестру и всю их деревню. А все почему? А потому что наш главный герой не так прост и обладает даром. Да-да, в этом мире в Файр Панче присутствуют одаренные люди, которые имеют различные сверхспособности. Наш герой обладает даром регенерации. С помощью него он помогал своей деревне. Да-да, он кормил всех своими частями тела. Ну и дому, так зовут нашего Пайра, такое не понравилось. И он сжег всех заживо. Но поскольку наш главный герой особенный, он смог сдержать пламя, но не потушить, потому что невозможно потушить пламя Пайра, пока оно не спалит чего-то дотла. В данном случае наш главный герой. После этого наш герой начинает свое путешествие в поисках Пайра и мести ему. Ну и тут я отойду от сюжета, ибо прочитать это вы должны сами. Давайте поговорим о составляющих Файр Панча. Для начала я бы хотел затронуть тему героев. По ходу своего путешествия Агни встретит множество дохера офигенных персонажей. Что интересно, они все практически имеют свой прописанный характер и лор. Тут перед нами добродушный дядя, который рад приютить парочку девушек, практически даже не требуя с них ничего такого взамен. Кроме того, что его собаки будут иметь их каждый день. Да-да, тебе уже нравится. Я знаю это. Я вижу это по твоему лицу. Ты что, ты что животных ебешь? А тут у нас сложный и глубокий характер со своим взглядом на мир, который заключается в сравнении всего, что есть с фильмами. Ну и вдобавок, бессмертное тело бабы, душа которого мужик. Ну вы понимаете, эти трансгендер. Ну и сам Пайрон. На самом деле, вы будете очень удивлены, когда узнаете, что двигало этим персонажем. Лично мои впечатления заключаются в том, что мне было обидно за него. На самом деле, он парень неплохой. Но вот почему он такой? Из-за этого я орал. Сильно. В голосину. Ну и тут я плавно перехожу к шуточкам. Это просто вишенка на торте этой манги. Но это не сердечко, потому что клубничка это сердечко тортика. С юмором в огнеударнике все очень даже неплохо. Огромное количество тайтлов делает разные отсылки на фильмы, актеров, тому подобное. Но Фаерпанч берет этим полностью. Жит Фаерпанча дословно можно охарактеризовать как ностальгирующего критика. Да-да. Мир, в котором происходят действия этой манги, это лишь осколок того, что было раньше. В постапокалипсис сегодня никто уже не помнит, что было, кроме тех, кому довелось застать те времена. Для всех остальных память о старом мире это фильмы того времени, и Фаерпанч не грешит делать отсылки на них. Много. Причем в большинстве своем на малоизвестные такие себе картины. Чего стоит один огромный неожиданный поворот, который отсылает нас к серии фильмов Огненное Кольцо. В принципе средние фильмы, но если хотите можете глянуть. Для примера могу рассказать, как одна из главных героинь Тогота представляет себе смерть. Смерть это когда ты умираешь вместо того, чтобы ожить. Ты попадаешь в кинотеатр, в котором ты берешь билет на фильм, который тебе хочется увидеть. Потом покупаешь попкорн. Напитками не заморачивайся, потому что тебя потянет в туалет на середине фильма. Купаешь брошюрку с фильмом, на который идешь. Приходишь в зал и садишься на свое место. Вот. Одновременно интересный и странный взгляд на смерть, и таким манго переполненным. Абсурдные, но тем не менее интригующие планы заставляют читателя не просто орать ГГГЛОЛАЛАРН. А улыбнуться и сказать про себя Черт, а это крутое говно. Хоть отчасти это и треш. Тем не менее, я считаю, что прочитать Огненный Удар определенно стоит. А там есть все, что любит вся моя целевая аудитория. Итан Теслав. Инцест, каннибализм, боль Охуены. Томми Вайсо одобряет. У микрофона вещал Голодный, манго про отсылки к фильмам Эвер, всем удачи, уруру и пока.